Региональный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» проходит сейчас дистанционно. До 14 апреля жюри предстоит просмотреть более 60 видеороликов с записью выступлений участников. На этот раз членам жюри, филологам, общественнику и преподавателю училища культуры приходится оценивать не живые выступления участников, а видеоролики. Причем не всем вместе, а по отдельности, каждый у себя дома. Критерии оценки те же. Среди них подход к выбору произведения, грамотность речи, эмоциональность. По словам членов жюри, новый формат конкурса в чем-то упростил работу комиссии детей, но по некоторым параметрам и добавил сложностей. Например, один из критериев чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя, члена жюри заставить задумываться. На самом деле, через экран компьютера, через камеру мобильного телефона это сделать гораздо сложнее. Плюс дети лишены очень важного, я считаю, на мой взгляд, момента, они лишены поддержки зала. В зале обычно, где проходит конкурс, находятся родители, учителя, которые готовили, вместе с ними переживали эти тексты. Всего на конкурс поступило 66 роликов от любителей классической прозы из всех районов Новгородской области. Чтецы, школьники с 5 по 11 класс. Так что Сидоров не сбросил с футболом, он, наверное, развернул послание. И я стал пенелом. Внутри крупным, красивым почерком было написано. Сидоров, я тебя люблю. Результаты регионального этапа конкурса станут известны 14 апреля. Члены жюри выберут трёх победителей, которые представят нашу область уже на международном финале в конце мая в Ялте.